Всем привет! Вы на канале Сергей Кончаренко и в сегодняшнем видеоролике мы посмотрим на вот такое зарядное устройство от фирмы Koola на три порта, один из них, который поддерживает быструю зарядку Qualcomm Quick Charge 3.0 с стоимостью буквально в 2 бакса этого же зарядного устройства, что очень симпатичная цена при заявленных характеристиках и возможностях. Итак, немножко предыстории, вот это вот сейчас вы видите вот эти вот все зарядные устройства, это бренда Koola, я купил их все одним лотом и так скажем одной покупкой и тогда просто очень хорошая цена была, она и сейчас неплохая, но там немножечко поднялась. Я купил вот эти вот все зарядные устройства и плюс ко всему вот этот вот Powerbank на 20 000 мАч. К слову, Powerbank еще тестирую, вот это вот самое простое, самое обычное зарядное устройство, уже протестировал и хочу сказать годное, очень даже неплохое, особенно учитывая практически копеечную стоимость. А сейчас настал черед этого зарядного устройства. Итак, давайте смотреть, что здесь интересно. Все они поставляются в вот таком вот пакете, где указывается только бренд Koola и все, больше ничего. Кстати, я правильно произношу или нет? Если вы знаете, как правильно произносится Koola, 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 ла-ла-ла, напишите об этом в комментарии, потому что я до сих пор не знаю, как правильно это произносить. Итак, зарядное устройство, как мы видим, с возможностью подключать быструю зарядку поддержкой к Qualcomm Quick Charge третьей версии, что указывает у нас надпись на самом зарядном устройстве. И два порта обычной зарядкой. Что по техническим характеристикам? Давайте посмотрим. У нас есть возможность выход 1, 5 вольт, 2,4 ампера. Выход 2, 5 вольт, 2,4 ампера. И выход 3, 9 вольт, 2 ампера. Quick Charge 18 ватт. Странно, 9 вольт, 2 ампера, а 12 вольт, 1,5 ампера поддерживает? Но это мы выясним чуть-чуточку попозже. Так, давайте посмотрим. 2,4 ампера, все мы сделаем, все мы протестируем. Это еще не простое зарядное устройство, а с отображением и с индикацией, что очень и очень удобно, я вам так скажу. Вы сможете понять, как заряжается ваш смартфон, как заряжается ваше устройство, работает ли, не работает ли порт быстрой зарядки. Так вы по сути сможете понимать, что очень хорошо. Ну а сейчас давайте проверим, на что способны данные зарядные устройства. Итак, порт 1. 5 вольт, 2,4 ампера заявленных должно быть. И здесь, смотрите, немножко не дотягивает до идеальных значений заявленных, а именно 5 вольт, 2,35 ампера. Если чуточку больше я даю, у нас уже падает напряжение, и что уже, конечно, неприемлемо. Но 5 вольт и 2,35 ампера поддерживает. На дисплее, но я не знаю, так вам сейчас, наверное, не будет видно. Вот что у нас указывается. 5 вольт, да? 2,35. Правильно указывается, то есть дисплей показывает правильно. Так, следующий порт. 5,23. Здесь 5,2,21. Ну, здесь немножечко расхождения есть, но незначительные. 0,15 это не так много. Давайте посмотрим. Да, точно так же просадка идет. 2,35 максимальная. И третий порт, тот, который поддерживает быструю зарядку. Здесь, я не пойму, на дисплее самого зарядного, смотрите, 2,25, но изначально было 2,35. Как только подключаем 2,35 и дальше потом отображение идет немножечко расхождение. Небольшое, но оно есть. 5 вольт, 2,16. Сейчас показывают. В итоге, в реальности 2,34. Что здесь у нас с потреблением? Здесь немножко больший запас есть. Ну, и здесь есть запас до 2,7. 2,75 ампер, 5 вольт поддерживает. Теперь по быстрой зарядке. Смотрим. 12 вольт, 1,6 ампер, 19 ватт. То есть, все есть, все хорошо, все стабильно. Вот заявленных 1,5 ампера. Ну, давайте до падения параметров, до падения напряжения посмотрим. Ну, смотрите, 12 вольт, 2 ампера поддерживает. 24 ватта, 26 ватт, 27 ватт, 30 ватт. 30 ватт поддерживает данное зарядное устройство. Круто, честно скажу, похвально. 33 ватт, овер, много, да? Я понял. Больше 35 ватт выжимает данное зарядное устройство. Зачем так сделано, даже не знаю, но во всяком случае выжимает. Давайте ради интереса. Небольшой тест-драйв, пускай немножечко поработает, хотя бы несколько минут. Если не вырубится, не сдохнет, не сгорит за первые 5 минут, тогда зачетно будет. А что здесь по показателям? Давайте 12 вольт посмотрим. 2,5 ампер. 2,66. 0,15 что-то врет. Ну, давайте подождем немножко. Что мы видим, что в таких параметрах работает уже больше 5 минут данное зарядное устройство. И по температуре, ну, оно теплое. Оно еще нагреться не успело. Давайте посмотрим по нагреву. 33. Ближе к USB порту, к разъему. Там чуть, конечно, теплее будет 36. Но в итоге, смотрите, средняя температура 34-35. Это очень хороший показатель за 6-7 минут работы в режиме не максимальном, а практически в 2 раза больше, чем заявлено. Это похвально. А теперь то, как работает зарядное устройство с обычным портом. То есть у нас здесь пошла зарядка. Здесь по параметрам 5 вольт 1,7 ампер. Это примерно правильные показатели. У меня есть не быстрой зарядкой, так и заряжаются. 5 вольт 1,69. 1,69. Смотрите, здесь разбежности нет. В чем разница, конечно, не пойму. Иногда бывает 0,15 разбежность, иногда нет. Здесь 1,69 и здесь 1,69. То есть все корректно и правильно. Теперь быстрая зарядка. Быструю зарядку я включаю. Давайте посмотрим, подключится ли здесь быстрая зарядка. И вы знаете, через тестер быстрая зарядка почему-то не включается. Давайте попробуем без тестера, потому что знаю, бывают случаи, когда без тестера быстрая зарядка не включалась. Итак, смотрим еще раз повторно. Да, смотрите, здесь сразу включается быстрая зарядка. Так, хорошо, без проблем, потому что бывают такие нюансы с тестером. И посмотрим, что у нас здесь. 6,4 вольт, 2,45 ампер. Да, это нормальные реальные показатели, с которыми заряжается мой смартфон. Это как раз в порядке 16 ватт. Так и есть. Он у меня заряжается от 16 до 16-17 ватт при быстрой зарядке. Qualcomm Quick Charge 3 версии. Получается, что данное зарядное устройство поддерживает быструю зарядку. Нормально с устройствами все хорошо. Смотрите, одновременно сейчас здесь идет быстрая зарядка. Подключено два кабеля. Быстрая зарядка здесь работает. И проверим еще на втором устройстве, когда мы подключим. Сюда мы подключаем, у нас обычная зарядка идет. А теперь еще раз проверим, что у нас здесь. Как ни странно, смотрите, у нас на первом устройстве так и осталась быстрая зарядка. На втором устройстве у нас обычная зарядка идет. Что очень и очень хорошо. Потому что множество есть других зарядных устройств, которые отдают быструю зарядку на один порт. Хватит вам только подключить второй порт без нагрузки, без ничего. И быстрая зарядка отключается. Но здесь, здесь, с этим полный порядок. Быстрая зарядка работает, как вы видите, есть. И работает обычная зарядка здесь. Но показатели на тестере, я не знаю, может будут не совсем корректны. 5,1 вольт, 6,4 вольт, 4,13 ампер. Оно поочередно показывает вольтаж напряжения на каждом из портов. А потом показывает, какой ток отдает. Ну, есть некоторые нюансы. Но, во всяком случае, это информативно, это удобно, это хорошо и понятно. Теперь мне стало, конечно же, интересно, если мы подключим еще третий порт. Сюда. Это Powerbank 20-тысячный. Смотрим теперь. Быстрая, точнее, обычная зарядка у нас здесь работает. К сожалению, тестер подключить возможности нет. Порты расположены очень-очень близко. Что со вторым смартфоном? Со вторым смартфоном, смотрите, быстрая зарядка работает. И работает еще здесь зарядка. Вот это вот истинно крайне положительное впечатление от данного зарядного устройства тем, что одновременно работают три порта, один из них работает еще с быстрой зарядкой. Что очень-очень, я скажу, круто, потому что мало кто так сможет. Ну и по показателям сейчас тяжело будет мне показать. Вам 5 вольт показывает, 6,4 вольта и 4,81 ампер. 5 вольт, 6,4, 4,81. То есть оно показывает отдельно под быструю зарядку порт и под обычные зарядки. То есть тоже есть хорошо. Ну и давайте такой вот небольшой тест поставим. Пускай Powerbank подзарядит наш 20-тысячный. Хотя бы немножко, хотя бы часок поработает. Итак, тем временем зарядка у нас продолжается. И на Powerbank у нас 82%. С 55-ти 82% очень, в принципе, там 83, по-моему, уже даже был очень хороший показатель. Итого проработало, я не знаю, где-то около полутора-двух часов, по-моему. Так, давайте посмотрим на температуру при постоянной работе, при нагрузке. А нагрузка, кстати, смотрите, 9,5 вольт. 9 вольт. 1,71 ампер. Ну это 17 ватт где-то получается. Почти максимальная нагрузка. 45, 47, 49 возле порта. Средняя по зарядному устройству 44. По температуре, то, что я ощущаю, я ощущаю его только тёплым. И всё. Просто-напросто тёплым. Но это, смотрите, это были у нас тесты. Мы оставляли при максимальной нагрузке. Мы подключали три устройства, два устройства, несколько телефонов. И плюс параллельно ещё потом, после этого, мы включили заряжать ещё PowerBank. То есть, как мы видим, зарядное устройство стабильное, не перегревается, не выключается, не отрубается. Работает хорошо и стабильно. Всем заявленным характеристикам соответствует. Плюс, как вы видели, порт быстрой зарядки даже более чем соответствует. Он даже превышает в, можно сказать, даже в два раза. Поэтому данное зарядное устройство готов рекомендовать. Оно мне нравится тем, что оно полностью соответствует их заявленным характеристикам даже больше. И тем, что у него очень демократичная и низкая цена. Поэтому все ссылки на вот это вот зарядное устройство, на те, которые я уже вам показывал, на вот этот вот PowerBank ULA, я оставлю в описании под этим видеороликом. Если вам это видео чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и соцсети, делитесь этим роликом с друзьями, знакомыми и близкими, ведь данный видеоролик может быть интересен и полезен многим. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.